Здравствуйте! В эфире программа ЖКХ от Адая. Коммунальная азбука для обитателей типовых многоэтажек и современных новостроек. Сегодня в выпуске. Воздушная тревога. Кто в ответе за ледяные сталактиты, нависающие над нами в ожидании летной погоды? Кому жаловаться и как бороться с сезонным явлением? А у нас в квартире газ. Еще несколько лет назад систематическая проверка плит и колонок была нормой. Сегодня же газовики далеко не всегда имеют возможность провести ревизию оборудования. К чему это может привести? Ледяные конусы, а нередко и настоящие глыбы, свисающие с крыши, для наших климатических условий далеко не редкость. И все бы ничего, если бы сосульки не таили в себе опасность. Срываясь с высоты, они приземляются в лучшем случае на пустой тротуар, входшем на капот автомобиля или, не дай бог, на чью-то голову. Именно поэтому борьба с сосульками входит в обязательный план зимних действий коммунальных служб. Перед тем, как мы расскажем о способах борьбы с сосульками, давайте разберемся в причинах их появления. Во-первых, на южной стороне крыш снег может подтаивать на солнышке даже в мороз. Затем струйки воды попадают в тень, где опять замерзают, как и положено в воде при отрицательной температуре. Результат может варьироваться от небольшого оледенения до глыб льда весом в десятки килограммов. Кроме того, тепло, которое должно было остаться внутри наших квартир и согревать нас, вместо этого начинает греть снег, лежащий на крыше. Это происходит из-за неправильно выполненных кровельных работ, нарушения технологий строительства или попросту из-за старого прохудившегося кровельного материала. И если с погодными условиями мы бороться не можем, то с техническими недочетами вполне. Мы дополнительно чердачные перекрытия утепляем. И на тех домах, которые утеплено, чердачное перекрытие заметно сразу, что образование сосулек меньше стало. Перекрытие чердачное, если плохо утеплено, в доме отопление включили, все тепло пошло на чердак, а получается плюс на чердаке, минус на улице, и естественно все сосульки образуются на крыше. Правда, ремонт – дело дорогостоящее, по карману далеко не всем собственникам. Самый идеальный вариант – попасть в региональную программу капитального ремонта. Если же в обозримом будущем такого ремонта не предвидится, а замерзшие глыбы уже в полной боевой готовности, то здесь все еще зона ответственности – управляющие компанией или ТСЖ. Коммунальщикам в первую очередь необходимо оградить опасные зоны, развесить предупреждающие объявления, а затем, соблюдая все правила, сбить наледь своими силами, либо с помощью специализированных организаций. Если компания на очевидную ледяную угрозу не реагирует, то нужно жаловаться. На помощь придут сотрудники контрольно-административного управления. Наши специалисты контрольно-административного управления немедленно реагируют на вызовы, тут же выезжают, фиксируют, пишут письма о принятии мер, либо выдают предписания, либо сразу вызывают на составление протокола. Причем специалисты контрольно-административного управления мэрией работают не только по обращениям. Практически ежедневно они сами выходят в рейды и инспектируют городские дома, причем не только жилые. Под особым контролем детские сады и школы, где опасные ледяные сталактиты время от времени тоже появляются. В образовательных учреждениях следить за состоянием крыш обязан руководитель. В офисных и административных зданиях их владельцы. За несбитые вовремя сосульки они, как и управляющие компании и ТСЖ, также могут получить внушительный штраф, верхняя планка которого 100 тысяч рублей. Увы, но каждую зиму в том или ином регионе от падения с крыш сосулек страдает имущество или здоровье людей. В этом случае за неисполнение правил по содержанию жилфонда ответственные, а вернее безответственные службы уже могут понести уголовное наказание. До 7 лет лишения свободы в случае причинения вреда здоровью и жизни человека. Материальный ущерб в случае повреждения, например, автомобиля тоже компенсирует управляющие организации. Однако, чтобы не влипнуть в подобные неприятности, достаточно соблюдать несколько элементарных правил. Стараться избегать зоны риска, то есть не ходить по улице вблизи стен домов, входить и выходить из зданий, обращая внимание на козырьки и крыши, и не парковать автомобили рядом с объектами, с которых может сойти ледяная лавина. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будет. Взрывы газа в жилых домах россиян стали пугающим и, увы, нередким событием. В прошлом году в России произошло 15 таких случаев, и статистика 2016-го ничем не лучше. Мы уже сравняли показатели прошлого года. Как уменьшить эти страшные цифры? К решению этой проблемы присоединились общественные организации. Здравствуйте, Людмиле Львовне. Мы пришли к вам в гости. Попросим ответить на вопросы нашей анкеты. К Людмиле Львовне Цишковской активисты с анкетами в руках пришли не случайно. Уже 9 лет она несет важную миссию – работает старший по дому. И о пятиэтажке на Ломоносово-20, корпус 1, знает буквально все. Кто лучше нее, ответит на вопросы организаторов общественного мониторинга газ в быту. Гостей интересует состояние газового оборудования и вентиляции. Часто ли все это проверяется? Знают ли собственники, куда звонить, если пахнет газом? Таких явных проблем не было. Но как бы соседи мне ничего не говорили по этому поводу. Я не могу сказать, но у меня проблем в квартире не было. Давайте поставим, нет. Правда, Людмила Львовна призналась, что некоторое время назад у жителей последнего этажа были проблемы с вентиляцией. Но после обращения специалисты пробили каналы, и сейчас проблем нет. За разговором старшая по дому заполнила анкету сама и пообещала, что в течение нескольких дней опросит и соседей. Организаторам мониторинга необходимо знать мнение как минимум 10 жителей одного дома. Я считаю, что это нужная вещь, потому что, вы знаете, ведь в квартирах живут иногда неадекватные люди. И я с этим сталкивалась. И поэтому проверять такое обязательно надо, потому что это все-таки опасно. Электричество даже не так опасно, как вот газовое оборудование. И если к нему относиться халатно, то может пострадать весь дом. Следующим на очереди стал дом номер 17, корпус 3 по улице Десятинная. Ольга Бабий, мать троих детей, а потому тема газовой безопасности в быту для нее очень даже актуальна. Та же самая анкета. С плитой и колонкой все в порядке, а вот вентканалы в здании не в лучшем состоянии. Хотя в данный момент отклонений от нормы вроде бы нет. Столько аварий, по всем городам проходит такое опасное оборудование. И я знаю, что у меня знакомых тоже были проблемы. Шланги, по-моему, ненадлежащего качества опускаются. То есть не всегда какие нужны. Поэтому, конечно, надо проверять. И вентканалы тоже, я думаю, во всех домах в не очень хорошем состоянии находятся. Общественники уже побывали в гостях у многих новгородцев. Все для того, чтобы из первых уст узнать о состоянии газового и вентиляционного оборудования в квартирах. Наша область попала в число регионов, в которых проводится мониторинг газ в быту. И первые выводы уже можно озвучить. Я не скажу, что у нас крайне запущенное состояние газового оборудования, вот его проверки, да, его работы. Потому что в основном пока ответы, что вот в течение трех лет проверялось, что ежегодно проверяется вентиляция, люди знают, куда звонить. Но в силу того, что у нас сейчас стационарных телефонов становится меньше, не все, к сожалению, знают, как набирается аварийная служба газа с мобильного телефона. Поэтому если у нас с вами будет возможность, мы знаем, что 0,4, либо 104. Но в крайнем случае служба 0,5. Результаты опросов из всех регионов стекаются в Москву для составления сводного анализа по всей стране. С его выводами уже будут работать законотворцы. К слову, в Госдуму уже внесен законопроект, ужесточающий контроль за обслуживанием внутридомового газового оборудования. Все для того, чтобы свести к минимуму количество чрезвычайных происшествий, связанных с использованием бытового газа. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот снова к вам. Но ведь мы уже утеплились, теперь дома даже жарко. Вон, окна открываем. Вот-вот, потому и к нам. Ставим автоматическую систему подачи тепла. А она зачем? Чтоб в квартире было и не жарко, и не холодно. Точно! В подвале, в тепловом пункте, монтируем узел регулирования, а снаружи датчик температуры воздуха. Градусник, термометр. И если на улице теплеет, то автоматика подает меньше тепла в дом. И наоборот. Здорово! И опять же, экономия. Если у вас есть вопросы или интересные для нас темы, то пишите ЖКХ Собака Новгороддефиз ТВ.ру Продолжим изучать жилищные и коммунальные материи в следующий понедельник в эфире Новгородского областного телевидения. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова